То, что демонстрируют нам специалисты Самарского отделения Рокота, называется комнатный квадр или ВУП. Он нужен для отработки навыков управления FPV-дронами. Когда отработаешь теорию на экране монитора, погоняешь на ВУПе, говорят они, можно и к более серьезным задачам переходить. Здесь идет обучение сводного отряда силовых ведомств, которые в скором времени отправятся в лозонное СВО. То есть мы делаем, чтобы пилоты, которые управляют ударными дронами, ехали в зону СВО с определенными навыками и чтобы эти навыки были великолепны. Дроноводством Самарский Рокот начал заниматься в октябре 2022 года. Помогал землякам мобилизованным, обучал их секретам войны третьего тысячелетия. Позже выяснилось, что специалистам нашего региона по плечу и более серьезные задачи. Мы ездим в зону СВО для того, чтобы передавать наши знания нашим боевым расчетам. Из рук в руки, как бы в режиме нон-стоп мы ездили с 4 января по 18 января. И работали там с 7 утра и до 11 вечера, чтобы вот все успеть отдать. И переделать все эти дроны, которые мы им отправляли до этого, чтобы они были уже на новой конфигурации и летели дальше. Благодаря поддержке областного Минпрома, ряда фондов, волонтеров и энтузиастов, специалисты Рокота помогают обеспечивать импортозамещение необходимых элементов и локализуют их производство на территории нашего региона. А еще на базе своей лаборатории они исследуют вражеские дроны и берут на вооружение технологии противника. Вот дроны противника. Значит, вот этот вот дрон был к нам привезен где-то, наверное, в ноябре 2023 года. С направления Авдеевка. Вот. Здесь была очень замысловатая система по сбросам. Все дело в том, что дрон этот имел предохранители, которые возводились внутренней логикой. На данный момент дрон уже разобран, да? Вот, значит... Колечко осталось. Да. Мы вот смотрели, осмотрели логику работы его встроенного ПВО. Кое-что использовали для своих дронов. И эта работа, непонятная непосвященным, говорят специалисты Рокота, обязательно поможет нашим дронам обрушиться на врага, что гарантирует противнику массу неприятных сюрпризов. Победа, как известно, куется в тылу. Ее архитекторы – ученые, инженеры и техники. И Самарская земля, обладая собственным техническим опытом, поможет приблизить эту победу. Николай Козлов, Александр Каракулько, Телеканал «Губерния».